Ну что ж, идем дальше. Вопрос такой, что означает Иесей? Давид, сын Иесея. Тоже давно этот вопрос ждал ответа. И само имя Исей или Ишай на иврите оно звучит, оно состоит из двух слов. Первое это Еш, это значит есть, то есть существует на протяжении времени, в постоянстве. А второе слово это Шай, Шай это значит подарок. И вот эти вот два слова соединяются вместе. Можно это также проинтерпретировать как Божий подарок. Шай подарок, а Ют в начале стоит это Божий подарок. Что именно это значит, мы не знаем из Писания. То есть обычно есть такое словосочетание на иврите, называется медра-шем, то есть толкование имени. И Писания зачастую сами толкуют, почему человек получил то или иное имя. И в одной из своих лекций я говорил, что было три способа, как давалось имя. Либо это было из-за какого-то происшествия, из-за какого-то события, то человеку давали определенное имя, которое значило, что произошло в это время. Второе, это когда человеку кто-то, Бог может быть, или его родители давали имя с видением на будущее. Что это имя, оно значило, что человек сделает в будущем, какое его предназначение, что он выполнит. И еще одно из событий, это когда человеку имя просто менялось. Он при рождении, скорее всего, получал одно имя, но из-за его поступков имя менялось. Я думаю, что, например, имя Немрод, это не было его настоящее имя изначально. Скорее всего, это имя он получил впоследствии, имя, которое дали ему люди. Потому что они видели, что он делает. Немрод, это значит, мы взбунтуемся. То же самое происходило с именем Изевель. То есть Изевель на иврите это как мусор, можно перевести. Отбросы. Да, навряд ли такое имя давали человеку. Скорее всего, это то, что иудим, евреи начали так называть идолопоклонство. То есть те дела, которые пришли с этим человеком в историю. То есть имена менялись. Но хочу чуть-чуть отойти в сторону и сказать, то есть само имя Ишай мы не видим из Писания, что оно значит. Возможно, что у Овид, это отец Ишая, может быть, он долгое время не имел детей. Может быть, не мог иметь детей. И когда он рождается, у него Ишай, он говорит, вот это Божий подарок. Возможно. У меня, например, одну из детей зовут Лиэль. Это значит, мне Бог. То есть была такая ситуация, что у нас не могла жена забеременеть. И когда родилась дочка, так мы ее назвали мне Бог. Это то же самое, примерно, как вот Божий подарок. То есть про самого Исея мы ничего не видим. Но хочу рассказать небольшую такую историю, такой медраж, который записан про самого Давида. И многие вопросы задаются часто, то есть на те места Писаний, которые Давид говорит в псалмах. Например, «В беззаконии моем зачала меня мать». Другое словозачитание мы очень часто относим к Ишуо, где написано «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла». Или другое место «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Есть один медраж, который все вот эти вот словозачитания, которые я сейчас сказал, предложения, они относят к Давиду. Что происходило? То есть этот медраж рассказывает такую историю, что у Исея, у Ишая, у него была жена, ее звали Ницевит. То есть в Писании мы нигде не встречаем ее имя. Ницевит — это значит, которая предстоит, как бы в постоянстве стоит и чего-то вот ждет. И Ишай, он оставляет ее на три года примерно, то есть он к ней вообще не подходит, он отлучается и живет сам по себе, никаких отношений неимтимной, никакой связи у него с женой нет. У него есть уже дети в это время. И в один определенный момент он призывает свою рабыню, или служанку, как сказать. И он говорит, нарядись и войди ко мне. Эта женщина, она была богобоязненная, она очень любила свою хозяйку, Ницевит. И она приходит и ей все рассказывает. И говорит ей, давай мы сделаем такую вещь. Ночью я буду у него. И когда он мне скажет, иди закрой дверь, я выйду, а ты зайдешь. То есть ты будешь одета так же, как я, и ты зайдешь. И мы сделаем так же, как поступил когда-то в истории с Рахелем, с Леей и с Яковой. Мы поменяемся. И это то, что они сделали. То есть зашла его жена, поменяла служанку, они переспали, и она забеременела. И впоследствии она забеременела. Все сыновья это видят. И они приходят и докладывают отцу. Говорят, мать наблудила где-то. Надо с этим сыном, который родится, что-то делать. Давайте его убьем. Давайте его предадим к смерти. И может быть и ее тоже. И Ишай, он говорит следующую вещь. Он говорит, мы не будем ее предавать к смерти. И сына мы оставим в живых. Пусть он для нас будет рабом, и он будет работать. Это одна из причин, почему, когда Самуил приходит, чтобы сделать жертву, он приглашает Исея, всю его семью. То есть Ишай, он был человек очень почтенный. Он был один из старейшин города, это написано. И когда есть такое большое событие, обычно приходит вся семья. Он приводит всех своих детей, но Давид остается в стороне. То есть Давид, они ни во что его не ставили. Он действительно как раб. То есть на этом основан примерно этот Медраж. И что происходит? То есть после того, как только пришел Самуил, чтобы помазать Давида, после того, как его только привели, он подходит и говорит следующие слова. Он говорит это от имени Бога. Выливая масло на Давида, он говорит, ты сын мой, я ныне родил тебя. И он выливает масло, и это звучит, то есть он вылил масло, и это на иврите звучит «аль-рош-пина». Рош-пина — это то же самое, как глава угла. Или по-другому это называется вылить масло на голову. То есть тот же самый корень его по-разному использовали. И когда жена Ишая, Исея стоит, она видит все это, и она говорит «и-бен». Это надо на иврите как бы читать. То есть написано «кто сын?» Вместо того, что не камень, а «и-бен» на иврите звучит то же самое. «Эвен» и «и-бен». Она говорит «кто сын, которого отвергли сыновья?» На иврите «боним» — это строители, а «боним» — это сыновья. А голосовок раньше не было. То есть она говорит «кто сын, которого отвергли строители?» «На его голову вылито масло». То есть вот этот вот стих, камень, который отвергли строители, который потом мы встречаем в Евангелии. Была совсем другая интерпретация. И что получается, что когда пришел Самуил, он открыл всем тайну. Он подтвердил своим действием, что Давид, он не мамзер, не незаконнорожденный, а именно настоящий ее сын. То есть примерно это происходило, когда Давиду было, Медраж, так говорит, около 28 или 30 лет. То есть в течение 30 лет его жена, жена Исея, она страдала, она молчала, она несла поругание на себе. И пока Самуил не пришел и не открыл ее тайн. То есть это очень связано с тем, что мы видим, что происходит потом с Ишуа, как потомок Давида, как Мессия. Примерно к Марии, я думаю, относились похожим образом. Также называли его, что он незаконнорожденный. И до сих пор, к сожалению. И до сих пор называют. Пока не придет то время, когда Господь всем явно это откроет. Но для некоторых, к сожалению, это может быть уже поздно. Но мы напоминаем, что вы смотрите программу «Израиль и лица» из хайской студии «Оазис Медиа». И у нас в гостях Дмитрий Лютаревич, старейшина общины Шавей Цион. Мы отвечаем на ваши вопросы, и вопросы продолжают поступать. Следующий вопрос задает Михаил Бондарчук. Просит, прокомментируйте, пожалуйста, это появление Бога. Исход 12.48. Если чужеземец, живущий у вас... Повеление, прошу прощения, повеление Бога. Если чужеземец, живущий у вас, захочет праздновать Господню Пасху, все мужчины в его доме должны быть обрезаны. Тогда он сможет участвовать. Я думаю, нам нужно сегодня как бы немножко разделять. Эта заповедь, она действительно говорила, что всякий человек, который хотел быть частью Израиля, хотел быть одним из них, то в первую очередь он должен был обрезан быть. Потому что нельзя было праздновать Пасх, если человек не обрезан. Это было одно из условий. С другой стороны, многие спрашивают, скорее всего, к этому идет вопрос, как поступать сегодня. Может ли верующий, нееврей, который не обрезан, находясь в Израиле или вне Израиля, есть Пасх? То есть, скорее всего, вопрос идет именно к этому. Возможно, да. И ответ, он, я думаю, простой. То есть, Павел в своем месте говорит, обрезаны те, не только которые по плоти, но также и по сердцу. То есть, через Ешуа мы получаем своего рода обрезание сердца. Вдобавок к этому, мы получили заповедь от Ешуа, что так поступать в его воспоминания. То есть, когда он взял хлеб и вино и праздновал Пасх. Поэтому я не вижу никакой проблемы, что верующий человек, пусть он даже не еврей, он может есть Пасх. То есть, для нас Пасх уже приобрел еще дополнительную грань, которая обогащает и открывает путь для многих. Туда. Есть ли в современном мире, на твой взгляд, смысл копаться вообще в значении имен? Есть ли некая мистика в имени сегодня, можем ли мы так сказать? Или же все это осталось в прошлом, во времена? Ну, как я уже говорил, что у имен разные были предназначения, как они получались. И даже на сегодняшний день есть мистика в определенных именах. Потому что, когда человеку дается имя, в этом имени что-то вложено. Может быть, его предназначение, имя само, но внесет себе что-то, что влияет на характер человека. И поэтому даже сегодня в иудаизме, и даже люди, которые просто хилунием, атеисты, есть у нас евреи такие, несмотря на то, что они евреи, они все равно обязательно думают, какое имя выбрать человеку. Может быть, они не сильно задумываются на само значение этого имени, но они, да, его проверяют. Но все практически стараются взять какое-то имя, которое записано в Танахе. То есть, очень много людей, они ищут специальные имена, которые записаны в Танахе, которые имеют что-то положительное и дают своим детям. Но я, да, верю и думаю, что имя, оно влияет на характер человека, на его поступки. И, может быть, сегодня не придают значению имени столько смысла, как придавали раньше, но все равно вот эта вот какая-то пропорция определенная существует сегодня. Ну а как быть тем людям, у которых имена заведомо не библейские? Ну, мы можем вспомнить ту же историю Эсфирь, когда совершенно антибиблейские были имена у героев. Но, тем не менее, стоит ли им менять имена, вот когда они вырастают, или же жить с тем, что есть? Есть разные, как бы, ситуации. Есть люди, которые не придают сильно много значения этому. Они могут пойти сегодня в Месрадо Пни, в Министерство внутренних дел, и поменять имя, без всяких проблем им поменяют. Есть люди, которые ортодоксальные евреи, например, они очень сильно и много думают, прежде чем поменять имя. И не всегда раввины советуют менять свое имя. Иногда имя меняется только при очень определенных ситуациях, когда действительно у человека вдруг в жизни ничего не складывается, с ним происходит много горя, с его родственниками, с его семьей. И тогда даже раввины, они советуют человеку, поменяй имя, и это изменит, как бы, твою судьбу и твои отношения с Богом. То есть, на самом деле, ты веришь, может повлиять на дела. Ну, а вот Дмитрий, имя Дмитрия, оно же не имеет танохической основы. Насколько я помню, это из греческого. У тебя было такое искушение поменять имя? Ну, во-первых, не я себе давал имя, но каждый человек получает, каждый еврей, имя свое во время обрезания. И, как я уже говорил, все в нашей семье были атеисты, и я прошел вот этот вот обряд, когда я уже был совершеннолетний, был в сознании, в понимании. Я еще не был тогда верующий, я толком не знал ничего о иудаизме. Но мне также сказали, говорит, ты должен взять себе новое имя. Я не очень это понял, зачем мне имя, у меня уже есть одно. Говорит, нет, ты должен выбрать еврейское имя. Ну, я выбрал себе что-то очень подобное, Дима, и выбрал себе имя Дан. И, как бы, у меня два имени. То есть, ты пользуешься и тем, и тем. Я им не пользуюсь, но, например, в Ктубе, Ктуба это такое... Брачное свидетельство. Брачное свидетельство, там написано вот имя, второе тоже. Дан. Интересно, как это... Это вот кому принадлежит Гуждан. Искушение, конечно, приходит, иногда хочется вот поменять, чтобы называли другим именем, но просто из-за того, что как бы люди тебя уже знают, уже привыкли, так все и остается. Остается. Вот вопрос следующий такой. Как ты... Ага, мы об этом поговорили немного. Какой смысл навязывания тфилина? Для чего это надо и надо ли вообще? Вот такой вопрос. Интересный вопрос. Я думаю, прежде чем понять, для чего это нужно, нужно понимать вообще, что это такое. И тфилин, есть тфилин, который накладывается на голову, навязывается на голову, есть, который накладывается на руку, близко к сердцу. Что находится вот в этих вот коробочках? В этих коробочках находятся места из Писаний, из Торы, из книги «Исход». Два места из книги «Исход» и два места из книги «Второзаконие». Вот эти вот места Писаний, они в принципе говорят о основах еврейской веры. Они выписаны из разделов. Одно из них, которое звучит «Шма Исраэль», который все знают. «Слушай, Израиль». «Слушай, Израиль». Это говорит о том, что мы берем на себя, то есть человек принимает на себя Божью волю, Божье водительство, то есть, что Бог, Он властелин всего. Другой раздел взят из того, что «Будь послушным и делай, как я тебе говорю». То есть, это также вера, основы веры евреев, любого еврея, что ты должен не только знать, что Бог, Он над всем, но ты должен быть послушным и исполнять Его волю. Третье место, оно взято из главы, где говорится о том, что происходило в Египте. То есть, Господь там выкупает первенцев, Он говорит «освети мне каждого первенца». То есть, о событиях, которые происходили в Египте, что мы должны помнить то чудо, которое Господь сделал с еврейским народом, что Он вызволил его из рабства. И еще одно место, оно говорит о том, что Господь сделает, когда введет тебя в землю. То есть, что Бог, Он стоит над всем, и Он контролирует все, Он контролирует, что происходит с Его народом. И вот это вот четыре главные основы, можно сказать, еврейской веры. И когда человек навязывает филин, то, во-первых, он должен понимать, для чего это и зачем. В иудаизме есть два знака, которые говорят о том, что человек, скажем так, верующий. Считается так в иудаизме. Первое — это обрезание, потому что написано, это будет знаком на плоти твоей. А второе — это тфилин. Почему тфилин? Потому что на него написано, что это будет знаком на голове твоей, на руке твоей, на вяжи его. То есть, это два знака, которые говорят о вере человека. Что происходит? Вот эти вот четыре отрывка, которые записаны в тфилин, на руке, они записаны на свитке сразу, как бы, на одном кусочке. В голове есть четыре отдела. То есть, в коробочке, которая навяживается на голову, есть четыре отдела. То есть, каждый стих написан по отдельности. И это тоже что-то символизирует. Что это символизирует? Во-первых, что тфилин навязывается на голову. Это наш интеллект. Это навязывается на руку. Это то, как мы поступаем. Наши дела, наши маосим, как на иврите говорят. И сердце. Это все наши эмоции. То есть, обычно тфилин навязывается на левую руку, очень близко к сердцу. И вот эти вот три органа, они символизируют, то есть, самого человека. Как он мыслит, как он поступает. То есть, взаимосвязь поступков, мыслей и эмоций. Да. Можно это по-другому интерпретировать. Что четыре отдела — это наши органы чувств. То, что навязывается на голову. У нас есть зрение, у нас есть обоняние, у нас есть слух. Есть издание. И то, что навязывается на руку, это осязание. То есть, четыре здесь, одно на руку. Это примерно то, что происходит, почему тфилин важен. Ну, а с какого века, вообще, в каком времени эта традиция появляется? Во-первых, по разным находкам считается, что даже до нашей эры люди носили тфилин. Они выглядели немножко по-другому. Они были на много меньших размеров. И говорят, что, скорее всего, этот тфилин, он одевался не как сегодня, только на молитву. В нем ходили целый день. То есть, он был настолько удобный, что его можно было носить целый день. И очень много находок есть и в кумранских пещерах, и в разных других местах. Поэтому, то есть, люди использовали тфилин, они одевали его. И это считается сегодня в иудаизме одной из самых-самых главных заповедей. Даже любой еврей, который неортодоксальный, который, может быть, соблюдает только традицию, или даже еврей, который вообще ничего не соблюдает. Когда ты ему говоришь, что ты верующий, первое, что он тебя спросит, а одеваешь ли ты тфилин? Потому что считается, что если ты одеваешь тфилин, что ты самый праведник. Не важно, что ты думаешь и как ты поступаешь. Но вот есть такое понимание в иудаизме, что одевание тфилин — это одна из очень главных заповедей. Но, естественно, что человек, чтобы одеть тфилин, он должен, как бы, находиться, должен в правильном состоянии души, эмоции, там, чувству. Но так ли оно на самом деле, я думаю, что не всегда так оно происходит. Лично для меня, то есть, я тоже одеваю тфилин, и раньше это было чаще, потом я в какой-то момент прекратил. Именно по той причине, чтобы это не стало чем-то обыденным. Потому что, когда одеваешь тфилин, действительно чувствуешь. Есть еще одно важное, я думаю, важный момент, который нужно выразить, что когда человек наматывает тфилин, он также произносит определенные места из Писаний. И одно место очень сильно, оно находится, по-моему, в Осии, во второй главе, если не ошибаюсь. Человек провозглашает слова, что он говорит, что ты Бог, говорит, что ты обручил меня. В правде, в милости, не помню, как там точно звучит, но как бы семь раз человек произносит, что Бог обручает его как бы навеки и позволяет ему знать себя. И вот эти вот провозглашения, они как бы соединяют человека с самим Богом. Вот пользователь наш с ником nata.a спрашивает, а где можно почитать мидраж? Это вообще доступно? Мидраж, конечно, это доступно, но мидраж это название очень-очень-очень общее. Общее есть очень много разных мидрашей, называются они по-разному, есть и мидраж раба, и мидраж такой. То есть, если зайти в интернете, я думаю, можно даже найти на русском. Кстати, возможно, на сайте в HTI есть очень много разной литературы. Хавского теоретического института. И можно зайти в библиотеку, посмотреть, может быть, там даже есть какие-то мидраши. Хорошо, идем по нашим вопросам. Далее вопрос такой. Какие из мидрашей, какие вот из апокрифических книг, мы же знаем, есть и книга юбилеев, есть другие еще такие книги. Как вообще ты к ним относишься, и какая из них твоя любимая, если можно сказать так? Ну, не знаю, если есть именно какая-то прям любимая, но я думаю, что, например, книга Еноха, Ханоха, на иврите она звучит, на русском их даже есть три части, на иврите, по-моему, как бы их на две разделяют. То есть, можно понять, что она была очень сильно в обиходе во времена Ишу. То есть, это было, я не знаю, как сегодня, Новый Завет для многих людей, она была примерно на таком уровне, и мы видим, что разные места, даже в послании Иуда, берутся из этой книги, и еще в некоторых местах в Писании. То есть, она была очень-очень популярна для жителей Израиля, для многих других. Есть также много разных других апокрифических книг. Опять-таки, то есть, можно найти интересную информацию, увидеть какой-то новый взгляд, или получить даже какое-то откровение более обширное, основываясь на Писании. Но нужно уметь также отсеивать, нужно понимать, что не все, что там пишут, это правда. То есть, это не Слово Божье, но хороший исторический материал, который можно изучать, стоит изучать. Это может быть исторический, или это может быть даже какой-то выдуманный материал. Но, то есть, я люблю читать какие-то такие вот разные апокрифические книги и что-то усваивать для себя. Ну, скажи, вот ты как служитель в общине, как один из проповедников, когда готовишь материалы для общины, из чего ты исходишь? Есть известная такая фраза, по-моему, сперженная, если я не ошибаюсь, что любая проповедь, если в ней нет слова о Машехе, она пустая. Ну, он говорит о Христе, перевожу в наш иудейский контекст, наше иудейское русло. Так ли это? Вообще, какие вызовы сегодня становятся перед проповедниками в общине? Ведь времена меняются, и какие-то современные, возможно, проблемы приходят. Я думаю, это, во-первых, зависит от того, в какую сторону направлена община, направлена ее деятельность, перед какой публикой ты проповедуешь. Либо это в самой общине происходит, либо где-то, может быть, в другой общине. И от этого все зависит. То есть из-за того, что мы мессианская община, то, естественно, мы как бы основываемся, с одной стороны, на туре, и в туре мы видим разные образы и шо, и видим, как они действительно в нем воплотились. Поэтому, то есть, когда готовишь проповедь, можно рассмотреть несколько аспектов. То есть, во-первых, если мы говорим основываясь на туре, то есть, как это выглядело раньше, что это значит сегодня для каждого человека, и как это говорит нам Айшуа, либо о том, что он сделал, либо о том, что он учил, либо о каких-то моральных, может быть, качествах его. То есть, поэтому вот примерно вот такое вот направление.